Верность. Все-таки для какого-либо прогресса нужны все-таки победы, чтобы, ну, без положительных эмоций вряд ли куда-то получится двигаться. Интересно, кстати, как у Дэвидсона сейчас. Я на сколько? На 4-9. Ну, в целом так, в середине таблицы они сейчас находятся. Индиана, она, несмотря на то, что... Несмотря на то, что она все-таки так, ну, достаточно высоко находится. О, это мы Индианы. Индиана вот на самом деле для меня удивительная. Как она так оказалась высоко, при этом достаточно сильных соперников она обыгрывала. Я бы, конечно, мог составлять по блокшотам и при этом регулярно попадал в хайлайты, учитывая его небольшой рост, что он обладает высоченным прыжком. О, а это Храпов, Дэн. Ну, Саут-Лейк, откровенно говоря, не команда снайперов. А пока Цветков, Роман, 9 очков. Хорошая скидка сейчас на Буданова, Филиппа, Билиппов. Порвал дистанцию и хорошо забил через Цветкова, тот не стал с рукой пробовать за счет своего превосходства в росте. Бороться с командой из Дэвидсона. Тоже, посмотрим, насколько Романа. Дальше двигает мяч, пытается раскидать. Соболевский пока своим подопечным ничего не выходит. О, отличный кат сейчас, проникающая передача на Ашра Рамен. Был для того, чтобы бросить Елен. Дальше Пауклой отходит на первом шаге. Хорошее движение мяча. И тут сбегает уже Андрей. Хорошо, в итоге... Нет, мяч снова сохраняется за Саут-Лейком. Да, очевидно, превосходствуясь в этой игре Саут-Лейка по росту. Ну и в первую очередь хочу сказать, что явно сейчас... Уверен, он бы очень сильно помог в противоборстве Цветковым и Цветковым и Лелином. Отличный забей... Ой, смачный блок! Соболевский сейчас включился. Сказал... Кому-то из своих сказал сейчас, что если ты так же будешь стоять на двух таграх, то вообще больше играть не... Анысяна. Не хватает. Знал бы я еще кто это. Так, что ж, выловить этот мяч. Мне кажется, у него было бы шансов ровно столько же, сколько у защитника, который... У которого эта передача между ног застряла. Цветков. Дима... Испугался он пойти в контакт сейчас, хотя массы у него более чем хватает для того, чтобы... Кого угодно практически... Ой, Храпов! Мисс Перехват тут же от Дениса! Сейчас может еще седьмой очко добавить! Но нет, нет, нет. Все-таки набегающий маяк Дима помешал. Ему теперь, наверное, треху пятую выбрасывает за две неполных четверти. И так... О, а вот теперь ответка прилетает уже. Мне кажется, Андрей стоит больше идти, тягучий Евростеп. Но мне кажется, эта скидка излишне была бы... Но Роман Цветков в итоге. Как бульдозер сейчас. На мин. Ой, и за спины Мстислав Шилов. 2 в 2 сейчас убегают. На Елен он мяч доверяет. Елен разбирается с соперником на Евростепе. Большого. Дальше вот забегает. Ой, третья банка! Сегодня разве последние игры не Тёма брал комментить? У нас целый день замены. Ой, честно... О, Елен! Елена? Весь основной набор у него так... И вот на Шилова, хорошее встиление, Никола Йочися. И вот Елен в итоге открытый. Ой, 3 плюс 1! Андрей Елен! Ой, вот это хитроумная сейчас задумка была от Андрея... Буданов. Так, против него сразу двое Цветков. Ой, едва-едва сейчас не накрывает. Сафонов, Лёха. Едва-едва. Снова Елен этот мяч не накрывает. Буданов на ложном замахе. Можно было, в принципе, пройти, но... Если забил, значит прав. Дэвидсон гораздо увереннее, если пройдется. Так, Цветков продавливает. Скидывает на свободного. Вот она! И Саут Лейк впереди! Атаку для Андрея и Елена. Елена, наверное, сам будет решать. Смарк призывает без фола защищаться. Цветков! Трешка! Шесть подряд! Шесть подряд! При этом он... И 2 из 6 трешка. При этом он 3 плюс 1 забил. Со штрафа у него 3 из 4, но при этом в голове держим, что 7... Трешка без трешка. Сегодня и после него, что удивительное... А, еще у Буданова Филиппа 6 очков. Саут Лейк. Так, и точно так же сейчас у... Что удивительно, у третьей... Третьей атакующей опции это Храпов Дэн, у которого 5 очков. В принципе... Ой, с фолом Андрей Елен! Вот что! Вот Елен набрал сейчас 17 очков и 14 цветков. И уже 18 очков Елен, что Елен и Цветков. Все не так. Ну, как-то штормит нас. Вы как думаешь, вернетесь еще в игру? Что нужно добавить? Ну, в общем, в целом надо добавить движение. Как бы правильного. И реализации моментов. А как защищался, вот как мы видим, Дэвидсон. Аж посмотрим. Действительно добавит движение. Будана, вот. Вот уже прошло. Прошло, немного не добросил сейчас. 11 номер Васильев Илья. Так, и быстро отрыв. Лукин! В полом Иван Лукин! Васильев на линии штрафа встает. Что ж, если Васильев сейчас штрафные не забивает, Андрей, то, как бы, мы сразу поймем, почему. Если же, как бы, мы сразу поймем, почему. Если же забьет, то, как бы, вопрос остается открытым. Да, два из двух забивает. Сейчас Васильев. Так, Васильев, нет. Я смотрю, он сейчас все правильно делает. Увидел сейчас забегание слова. В итоге Булданов. Булданов треха! Никоим образом на это треха не повлиял. Не он, не в нем. Он был сейчас опекуном. Да. И Элен попадает от забора. Сравнял номер. Это Дима Маяк. Ой, и так, снова, снова храпов Дэн. Но в этот раз он... В этот раз он уже запомнил слова Марка. Ой, и пятая! Елен пошел вперед. Будет, наверное, спиной пытаться. Нет, в итоге... В итоге перескидка на Цветкова. Цветков достаточно техничный. Умел он криком сейчас разберзг. Я, к сожалению, не успел заснять это. И в итоге Васильев сейчас. Михаил Крупский. Спасибо за комментарий. Ты очень бросок себе придумал. Не забивает он. И там Лукин убегает. Но там уже Елен готов был. Перехватить эту передачу. Я вот, кстати, это... Ой, в лицо сейчас. На... Три из трех у него было. Калинин. Ой, это не Калинин, а Васильев. Илья. Вот, наконец, Васильев забивает. Храпов диагивает на себя. Снова на Буданова. Тот убирает Елена. Елен не успел накрыть. Торая трехла от Буданова. Но у тебя по госгипотезу, что наоборот, Васильев дает положительный эффект. И два из двух Елен забивает. Так. Мне тут... Мне коллеги-статисты подказывают, что больше. Интересно. И Елен два плюс один забивает. Пушка. Два из девять треха. Шесть-семь штраф. Шестнадцать подборов у Елена. Три передачи. Семь блокшот.